Привет, народ! Сейчас поговорим о Борнофасарис, группе, которая изначально существовала только благодаря барабанщику. Узнайте, почему Джейсон Ричардсон не смог сыграться с ними и правда ли, что все участники группы живут вместе. С вами Рокипедия, погнали! Группа была создана в 2003 году в Чикаго барабанщиком Кэмерон Лошем и его друзьями, которые быстро отвалились. Лош не собирался закрывать коллектив и нашел новых участников. Так, появился первый состав группы. Изначально они назывались Diminished. Под этим названием они выпускают свое первое демо в стиле Metalcore. Эта демо вдохновила их сменить название и выпустить еще одно демо. Ребята не боялись пробовать что-то новое и экспериментировать. Так в их записи затесалось даже пару рэп-композиций. В 2006 году они снова меняют название и дальше опять выпускают демо в надежде на какое-то внимание со стороны металл-сцены. В этом релизе также есть рэп-песни, так как ребята в то время слушали много музыки этого жанра. В 2007 году группа наконец определяется с названием и становится Born of Osiris. Записывает еще одно демо с уже устоявшимся звучанием, жанром и без рэп-вставок. И вот наконец, лейбл Саммериан замечает их и берет под свое крыло. Под этим крылом группа выпускает один из лучших мини-альбомов New Ring. Он был полностью написан барабанщиком Кэмероном Лоша, когда ему было 16 лет и спродюсирован гитаристом Майклом Кином. В этом году к ним присоединяется гитарист Ли Маккини, который стал частью их семьи и в группе «По сей день». Это также последний релиз группы с гитаристом Мэтью Пантелесом. Примечательно, что покинув коллектив, он присоединился к группе Вэл оф Майя, которая очень похожа на сегодняшних героев видео, так как также была частью дедкор-сцены Чикаго. Именно после этого демо популярность группы резко взлетела, что спровоцировало желание наконец сделать полноформатный альбом. Также ребята изменили логотип группы на более понятный и стильный. В 2009 году после туров они размещаются в студии записи и создают свой первый полноформатный альбом. Они вложили в этот альбом еще больше техничности, атмосферы и эмоций. Это был первый альбом, в создании которого принимали участие все участники группы. До этого созданием и записью всех инструментов, кроме вокала, занимался бароманщик группы Кэмерон Лож. Кроме этого был выпущен и первый клип группы. Альбом занял 73-ю строчку в Billboard 200 и это был успех. Они стали играть с такими группами, как Кэйнбл Коппс, Хейтбрид и, конечно, Вэлл Ф Майя. Этот релиз помог заложить краеугольный камень жанра дедкор и позволил ему вырасти в то, чем он стал сегодня. После такого успешного альбома они решают пригласить Джейсона Ричардсона из Allshell Parish. Смотрите его биографию у меня на канале. Спустя год вместе с ним они отправились в студию за новым альбомом. Так на свет появился Discovery. Большинство солов песни были написаны и исполнены Джейсоном. Также в продюсировании принимал участие Миша Мансур из Periphery. Правда, он лишь слегка изменил композиции и, можно сказать, не сильно повлиял на окончательный результат. А Миша, кстати, тоже есть в биографии на моем канале. Что насчет создания музыки? Ребята делают это по-разному. Например, Ричардсон использует Guitar Pro, а вот остальные участники Pro Tools. Из-за этого возникали большие сложности. Лей Маккини, гитарист группы, ненавидит и не умеет работать в Guitar Pro, но ему приходилось это делать, особенно когда в 2009 году у них некоторое время играл Тосин Аббаси. Им приходилось писать ему ноты в этой программе, и это был ад. Кстати, и о Тосине Аббаси тоже есть в биографии на моем канале. Чаще всего Ли просто включает какой-то ритм и джимует, а понравившиеся рисунки записывает и после работает уже с ними. На этом альбоме группа поработала над своим звучанием и улучшила его. Именно улучшила, а не поменяла. Она с самого первого альбома имела свое звучание, которое не перепутать ни с какой группой. На этом альбоме произошел переход группы на семиструнные гитары, что придало более мрачный и глубокий звук альбому. Ребята много работали с клавишными на альбоме и предупреждали фанатов, что они будут более экспериментальны, чем на прошлых альбомах. Также впервые группа добавила песню с чистым вокалом. Кроме того, они поделились своим процессом записи, выпустив что-то типа мини-фильма о написании альбома. Было выпущено видео на песню Recreate. Несмотря на жанр, текст песни достаточно трогательный и показывает, что ребята не просто группа, а семья. И следующее, что они сделали, это приобрели дом и стали жить все вместе. Думаю, это невероятно и действительно подчеркивает, как они относятся к друг другу. В 2012 году Джейсон был уволен из группы без какого-либо предупреждения. После он написал у себя в соцсетях, что постоянно ругал группу за алкоголизм и употребление запрещенных препаратов и заставлял их репетировать, что, по его словам, и послужило поводом выгнать его. А как было на самом деле, знают только музыканты. В интервью 2012 года Борно Фассарис поделились со всеми, что собираются создать невероятный альбом. И в 2013 году их слова подтвердились выходом Tomorrow We Die Alive. Хоть альбом и дебютировал на 27-м месте Billboard 200, отзывы были смешанными. Чаще всего критикам не понравилось большое количество клавишных на альбоме, что повлекло за собой чрезмерное упрощение рифов. Альбом не является продолжением предыдущего, делая скачок вперед по звучанию. Но фанатам, видимо, хотелось услышать старые песни в новой обертке. Потому этот альбом и не стал успешным среди фанатов группы. А вот мне он очень зашел. Композиции запоминающиеся и мелодичные. Кстати, какой любимый альбом у вас? Напишите в комментариях. В 2015 году они выпускают сингл, а спустя месяц выпускают новый альбом. У них все еще было старое доброе звучание, но они начали переключаться на чистый вокал и включать больше джента в композиции. Некоторым фанатам это не пришлось по душе, как и металл-журналам, что и повлияло на позицию в чартах. Кстати, после выхода этого альбома, сайт Metal Archives, содержавший информацию о большом количестве металл-коллективов, удалили информацию о Борну Фассарис, что наводит на мысль о том, что коллектив перестал считаться металл-группой. Хоть это и выглядит глупо, осадок на душе оставил. В 2017 году у них выходит сингл Glorious Day, но эта песня не новая. Она должна была выйти в демо 2004 года, но так и не попала туда. Кроме этого, они решили переиздать свой первый альбом в честь десятилетней годовщины, и это было великолепное решение. Фанаты были в восторге услышать старые композиции и были рады, что группа не забрасывает свои старые записи. В 2018 году их покидает басист Дэвид. Не было никакого скандала и негатива, просто каждый для себя решил, что им надо идти дальше отдельно. Почти сразу они находят замену в виде Ника Росси и вместе с ним выпускают альбом The Simulation. Ник сильно помог группе с идеями и отправлял им много своего материала, часть которого присутствует на новом альбоме. Ребята постарались, чтобы музыка засияла в другом свете, и судя по высоким оценкам металл-журналов, это произвело положительное впечатление. Руководство звучанием продюсера Ника Сэмпсона стало ключевым в популярности данного релиза. Возможно, он смягчил некоторые риффы слишком сильно, но слушается альбом отлично и доставляет массу удовольствия. На этом альбоме вокал стал гораздо четче. В интервью вокалист Ронни Канезаро говорит, что он решил петь так, чтобы слушатель мог услышать каждое слово, а не сидеть с текстом песен, чтобы понять, что там поется. В 2020 году Джейсон Ричардсон заявил, что группа до сих пор не выплатила ему гонорар за участие в записи альбома Discovery. За такое заявление группа заблокировала его, но впоследствии конфликт был улажен, и Джейсон сообщил 20 января 2020 года, что долг погашен спустя всего каких-то 9 лет, двух юристов и сотни электронных писем. Сама же группа это никак не прокомментировала. Аббревиатура группы звучит как «Бууу», и иногда на концертах происходят казусы, когда фанаты кричат это слово, так как непонятно, выкрикивают они название группы или недовольство музыкой. А на одном из концертов во время Хэллоуина группа надела майки с призраком, который выкрикивает «Бууу». Достаточно забавный способ поиграться с названием группы. В 2021 году выходит их последний альбом на данный момент, и на нем ребята решили вставить чистый вокал, что немного не понравилось любителям жесткого рубилова. В целом альбом начал сдавать позиции, возможно виной всему переход к более металлкорному звучанию. На этом альбоме Ник Росси перешел на ритм-гитару, оставив группу без баса, хотя, учитывая то, как низко настроены гитары, это не так критично. За все время в группе было более 15 участников, не считая приглашенных для выступления музыкантов. И единственным, кто был с самого начала, является барабанщик группы Кэмерон Лож. Он был не просто одним из основателей группы, но и долгое время создавал всю музыку, а после того, как все участники начали принимать участие в написании музыки, стал дорабатывать их идеи до совершенства. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Кэмерон является основным звеном группы. Опять же, мастерство его игры на ударных поражает. Борно Фассарис до сих пор следует своим собственным путем. Они уникальны и все еще могут создавать отличную музыку. Они являются одними из тех коллективов, которые перевернули Дэдкор с ног на голову в 2008 году и оказали большое влияние на современную сцену. Поскольку движение Джен продолжает расти, ясно, что Борно Фассарис будут придерживаться его. Они заслуживают признания, как одни из основоположников современного металлического звучания. Будем надеяться, они будут продолжать в том же духе и не уходить в поп-звучание. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok